Приветствую Вас! Несмотря на некоторые неточности в Вашем вопросе, я все же понял смысл его и постараюсь Вам ответить на именно то, какое значение Вы вложили в свой вопрос. Но, значит, любовные отношения, длительность в человеческую жизнь, конечно же, существуют. И к тому масса примеров. Только не нужно путать здесь любовь и влюбленность в праздник. Ибо любовь сама по себе, она приходит гораздо больше. Любовь в своем, наверное, истинном понимании этого слова, а не так, как это принято считать у людей, например, молодых или влюбившихся и так далее. То есть, любовь – это очень глубокое чувство, очень сильное чувство. Это чувство довольно серьезное, оно всеобъемлющее. Оно состоит из множества сторон, из множества составляющих, из множества элементов. Именно поэтому, именно поэтому так тяжело бывает определить, что такое любовь. Но, однозначно можно сказать, что влюбленность и страсть – это совсем не то же самое, что и любовь. Влюбленность и страсть – чувства сильные и довольно поверхностные, тогда как любовь – это чувство глубокое, основанное оно на уважении, на принятии человека и на отчете о том, что человек, вот он такой, какой он есть. И он не изменится. И мы принимаем его таким, какой он есть. И мы стараемся для него что-то делать. Знаете, любовь – это, точнее, вот как вы говорите, любовное отношение, продолжительность человеческой жизни есть, если над этими отношениями работать. Если люди работают над отношениями, если они стараются, если они относятся друг к другу с уважением, если они заботятся друг о друге и заботятся о здоровье своих отношений, если они доверяют друг другу, если они ценят друг друга, если они разговаривают с друг другом и обсуждают, то да, да, такая возможность построить отношения личность человеческую жизнь вполне себе есть. Другой вопрос, что это довольно сложно сделать, потому что мало кто, например, понимает, что над отношениями нужно работать. Мало кто понимает, что необходимо работать над собой. Мало кто понимает, что нужно слушать партнера. Нужно стараться его именно слышать. Это очень важный момент. Люди достаточно редко слышат партнера. Они в основном слушают себя. Да, и связано это с тем, что людьми движут, опять же, приличным количеством, скажем так, людей, движут собственные желания. И именно собственные желания человек через другого пытаются реализовать. И отсюда и возникает та самая проблемная проблема, то есть проблема того, что отношения не являются долгосрочными. Поэтому можно построить отношения длинной в человеческой жизни, если каждый из участников этих отношений стремится к гармонии с собой. И каждый из участников этих отношений пытается занять ту позицию, которая ему в этих отношениях больше всего подходит. То есть, когда человек осознает себя, осознает свои истребления, осознает свои предпочтения по поводу того, какую роль он хочет занимать в отношениях. Вот именно тогда отношения могут быть длиною в человеческую жизнь. Именно так можно и нужно говорить о условиях того, что люди в отношениях могут быть вместе, то есть очень долго, на протяжении всей жизни. Это, на мой взгляд, является основным, я бы даже сказал, самым главным условием, чтобы человек чувствовал себя с другим в отношениях, как бы в своей тарелке, на своем месте, в своей роли. И вот тогда, когда человек чувствовал себя с тем человеком, который мне нужен по моим личностным качествам, вот тогда отношения действительно можно выстроить так, чтобы они были идеальными. Чтобы они были длиной в человеческую жизнь, потому что такие отношения людям разрывать просто нет смысла. Им хорошо в мире, они себя чувствуют на своей позиции, зачем им что-либо менять. Вот об этом я и хотел вам сказать. Я думаю, что можно закончить мой ответ. Надеюсь, что он был вам полезен. Если понравился он мой ответ, то есть... Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Если у вас узнали вопросы, пишите в личку, я вам помогу. Если у вас появится желание дополнить свой вопрос, обязательно известите меня опять же в личном сообщении о том, что вы это сделали. Я обязательно дополню меня врачу и дополню его своим ответом. Желаю вам всего доброго и удачи.